Школьные годы – это время не только детства и беззаботности, но еще и становления. В этот период кто-то начинает увлекаться биологией или информатикой, у кого-то лучше всего получается изучать иностранный язык, а кто-то посвящает все свое сводное время творчеству, выступая на сцене или открывая персональные выставки. Да, возможностей для развития таланта великое множество, и 21 приглашенный на новогодний прием учащийся это хорошо понимает. Это самое одаренное юное брещание, добившееся в уходящем году больших достижений. Они образованные, талантливые и целеустремленные, а еще всегда первые. Я занимаюсь вокалом на протяжении 10 лет, безумно это нравится, живу вокалом, поэтому участвую в разных мероприятиях городских, республиканских, в разных фестивалях, конкурсах. Как бы выделилась и меня позвали. Я безумно ценю то, что я здесь нахожусь, и мне это безумно приятно. Наступающий Новый год стал отличным поводом отметить самых лучших школьников областного центра. Такие встречи с председателем Брестского грузполкома Александром Рогачуком в рамках республиканской акции «Наши дети» уже стали традиционными, ведь руководство города хорошо понимает, насколько важно поддерживать молодежь и общаться с ней. А потому ключевым моментом встречи стал живой диалог. Мэр города с нескрываемым интересом узнавал у юных дарований, чем они увлечены, как проводят свое свободное время и куда планируют поступать. Например, Мария Желинговская, юноармейец-инструктор, в ближайшем будущем видит себя в списке поступивших в Белорусский государственный медицинский университет. Я юноармеец-инструктор, заступала на пост номер один «Увечного огня Брестской крепости Героя» четыре раза, имею все награды штаба поста памяти, участвовала во многих мероприятиях, проводимых постом номер один. Вообще, я с детства увлекалась этой темой, мне очень нравилось все, что связано с военной темой. В школе я увидела, как старшеклассники маршируют, тренируются, заступают на пост. И я решила, что когда-то я тоже хочу так заступить на пост. И моя мечта сбылась. Вот уже четыре года я заступаю на пост. В городской исполнительный комитет были приглашены лучшие учащиеся школы, лицеев и гимназии города над Бугом. Каждый из них смог попасть на торжественный прием благодаря своему таланту, настойчивости и упорству. А потому так приятно и одновременно волнительно для них было вручение памятных подарков. Ведь это признание их таланта и подтверждение того, что они не случайно выбрали то дело, которым искренне увлечены. С детства я увлекался математикой, потом появилась еще физика, она меня заинтересовала. Ну и как раз-таки информатика, она как-то объединяет эти два предмета. А биология, потому что мир наш устроен очень сложно, и наш организм очень сложно устроен. И чтобы понять, как ты устроен, как все происходит внутри тебя, и почему твоя мысль такая возникает, я решил заниматься еще и биологией. Более 20 приглашенных – это лауреаты, призеры и победители международных, республиканских, областных и городских конкурсов и фестивалей, олимпиад и спортивных соревнований. Большинство из них уже имеют планы на жизнь, ведь они их не боятся, ставят перед собой серьезные цели и мечтать по-крупному. Я почему-то не сомневаюсь, что у них все в жизни получится, потому что они уже победители, победители в спорте, в творчестве, в искусстве. Они разносторонние, многогранные ребята, и я очень хотел бы, чтобы именно такие люди определяли будущее нашего города. Я почему-то не сомневаюсь, что у них в дальнейших планах всегда останется в памяти вот эта сегодняшняя встреча в Горисполкоме. И почему-то уверен, что все у них получится, потому что они уже лучшие и они устремленные на перспективу. Посмотрите, насколько они разносторонние. Они занимаются рисунком, спортом, а хотят посвятить себя медицине. То есть они люди многопланового развития и только восхищение моей эмоции, которая сейчас есть на данный момент. Да, такой молодежью хочется восхищаться. И есть уверенность, что они смогут построить будущее своей страны, суверенной Беларуси, а помогают, поддерживают ребят, самые близкие люди. И, конечно, это родители и наставники. Мы, конечно, благодарим школу, педагогов, но, на мой взгляд, без родителей, без родительского внимания к формированию ребенка, наверное, не было бы этого результата. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу сказать спасибо родителям этих ребят, всем родным, близким, которые создавали атмосферу, что ребенок может заниматься в центре творчества, ходить в художественную школу, в спортивную секцию. Ну, слушайте, шесть раз в неделю заниматься синхронным плаванием, это дорогого стоит, это требует полной самоотдачи. Вот, наверное, даже иногда здесь нам этого не хватает. Поэтому мы даже у них сейчас учимся, в том числе, как надо достигать своих целей в жизни.